Да, привет. Итак, есть Sims 1, 2, 3, 4, закончили. И вроде все ясно и понятно, только если брать ПК. Но есть и совершенно другой мир, с которым серия Sims не ассоциируется даже в самых грязных и извращенных кошмарах затуманенного разума. И я говорю, конечно, о консолях. Да, я думаю для многих станет открытием, что такая вроде как боярская серия всю жизнь имела порты на актуальные консоли. И даже порой двигала серию вперед. Но стоило ли оно того? Давайте посмотрим. Итак, самый первый Sims на PlayStation 2. Ну или как гласит название на своем диске, The Sims. Die Sims. Lost Sims. Правда играю я в геймкубовскую версию, потому что диск на PlayStation 2 не поддерживается. И так, наверное, самый главный вопрос, который интересует большинство. А как? Ну да, делать курсор из геймпада тех времен затея довольно сомнительная. Но в целом оно работает. Многие действия, вроде отмены и ускорения времени, перекинуты на кнопки. Скорость, с которой двигается указатель, приемлемая. В целом, жить можно. Что же касается самой игры. Начинается все как обычно, с редактора персонажа. Правда тут сходу можно создать только одного, которого я пока у меня немецкое настроение назвал Шмуль. И выглядит он вот так. Дальше попадаем непосредственно в игру. И нам сразу перепадает. Это, конечно, дань реализму. Потому что, ну, посмотри на эти танцы. А, нет. Это был сон. И на самом деле мы полувозрелый балбес с бесполезных навыков, который живет с мамкой, которая его постоянно пилит. Ладно, вот это действительно реализм. И тут же мы понимаем, что это не совсем тот симс, к которому мы привыкли. У нас есть ряд задач, которые мы должны выполнить. Вроде получить тот-то навык, починить телек и так далее. После чего мы переходим в новый дом, по сути, на новый уровень. Даже основной сюжет есть, который можно пройти. Пройти симс. Прикинь. Да, у нас есть возможность и строить, и покупать вещи, но каталог существенно урезан в сравнении с ПК. Да и с управлением этим. Потребности тут есть такое ощущение, что падают быстрее и растут медленнее, чем на компе. Так как я постоянно не успевал добежать до туалета, потому что сильно хотел спать. А еще ходил с постоянно опущенной полоской веселья. И все, что мне помогало, это танцы. Короче, если сравнивать с ПК-версией, это симс для бедных. Хотя графин тут впервые полноценное 3D. А не веселые части японских женщин. Намного интереснее стал Bustin' Out, который я взял уже на GameCube. Это моя первая игра на него, кстати. И просто посмотри на эти миленькие мини-дивидишки. Тю-тю-тю-тю-тю. Если что, на ПК в то время правили аддоны. То есть ты покупал диск с допами, который требовал наличия оригинальной игры. Ну, по крайней мере так было с лицензией. Добрые пираты нам засовывали все сразу. Чмок. На консолях так сделать было физически невозможно. Поэтому пачка аддонов и все. Все. Новая игра. И к сожалению, это включает в себя невозможность перенести своих стимов из одной версии в другую. Так что прощай, шмульц. И здравствуй, пат. Итак, по своей сути, это та же игра, но с одной новой фишкой. Возможностью посещать другие локации. Вроде трейдленного парка. Да, по идее тут есть и клубы, и другие приколюхи. Но я наиграл пару часов и даже прошел по сюжетке до большого особняка с привидениями. Которое, надо сказать, выглядит круто и даже атмосферно, насколько это возможно. Но вот из локации обещанных на обложке толком ничего не увидел. И к моему удивлению, во фриплее возможность шляться по городу отсутствует вообще. Как и удовольствие от стройки и обстановки дома. Ну, с этим-то управлением. Да, у игры есть свои плюсы и минусы. Но есть то, чего у Bastion Out точно не отнять. Скутеры. Дальше в серии был эксперимент. Причем чисто консольный. Уурбс. В этот раз для разнообразия на Xbox. И эта игра прямо-таки орет нулевыми. Черт, да тут есть Black Eyed Peas на Симлише. И Villa M, который тут типа твой наставник по крутости. Все действие перенесено из пригорода в мегаполис. Ну, урбанизация, понял? И поэтому нашего чего зовут Уурб. К сожалению, касательно геймплея тут все странно. По большому счету это типа RPG. Но только все, что мы можем, это ходить, работать в мини-играх и зарабатывать и тратить. И это открывает новые локации и вещи. Плюс вся эта тема с бандами, поясняющими за шмот, среди которых есть панки, рэперы, жулики и скейтеры. Да, я тоже, пацаны, ну чё, погнали на скейтах катать? Честно говоря, я не понял. Ну, ладно, переходим к Sims 2. И, надо сказать, тут как-то сразу всё больше похоже на видеоигру. Стоп, что происходит? Это уже не Sims, это GTA. Да, но только без машин, перестрелок, сюжета. Но зато с парамор. Ну да, в целом, идея прямого управления не самая плохая. Но проблема в том, что в таком варианте свобода воли чувачков, ну, не работает. И вместо того, чтобы строить злодейские планы по постройке бассейна без лестницы, можно просто делать ничего. А это уже не так весело. Так, вернёмся к игре. В целом, от подобия сюжета тут избавились. И каким-то образом это делает всё в разы хуже. Нет, эта версия не кривая, неиграбельная или что-то подобное. Просто в сравнении ПК, ну, это смешно. Отсутствие каких-либо своих фишек делает её, ну, совсем бессмысленной. Тут даже робота засосать нельзя, ну, несерьёзно. Sims 2 Pets. Опять же, не аддон, а новая игра. Никогда такого не было. Brand new. И вот наш новый герой, которого зовут Пон. Ял. И, конечно, его верный друг с породой, которая почти Биртман. Так что зовут его, естественно, Зиновий. И ещё он в панамке и в ботинках с огнём. Так, ну, надо сказать, что на Wii играть чуть поудобнее. Хотя для любителей GTA-пёсики прямое управление персонажем осталось. Я даже умудрился построить себе какой-никакой домик. И хотя моему челеку он, судя по всему, не особо зашёл, как по мне, более чем. Особенно прекрасный светильник и рыба. Из каких-то уникальных фишек тут этот парк, где можно покупать своему питомцу игрушки, вкусняшки, а также просто взять и продать его. Да, одним кликом. А ещё, видимо, я заселился в какую-то общину, потому что люди просто не переставали ко мне приходить и жить по несколько дней. Ложиться ко мне в кровать, а потом волшебным образом исчезать. Sims 2 Кастэвэй. Нет, ну это уже вообще не Sims. Это остаться в живых. Помните остаться в живых? Я помню. Сходу нас встречает худший экран выбора языка, который я когда-либо видел. Своего нового протеже я решил назвать Крис в честь Христофора Колумба, великого путешественника и первооткрывателя с фамилией Пу. И сразу после подтверждения мы понимаем, что в целом фамилия ему к лицу, так как он умудрился разбиться на очевидно спокойной воде. Касательно геймплея, это, ну, наверное, выживач, но только супер медленный, без особого разнообразия и возможности помереть. Ну, если ты, конечно, не совсем обморок. Ну, то есть, херовый выживач. Разводим костры, собираем бананы, строим лачуги и плоты, общаемся с обезьянами. Кстати, если создать всего одного персонажа для игры, это единственный способ погасить потребность в общении. Если они, конечно, захотят с вами болтать. Со мной почему-то отказываются. Может, потому что вместо имен я давал им номера? Я вроде слышал, что не все от такого восторги. Так, время поговорить про My Sims, да? Что ж. My Sims это серия игр, которая изначально выходила на Wii и пыталась быть такой более детской, в которой упор сделан скорее на строительство города и выполнение обязанностей мэра. Собственно, тут заимствуются многие элементы из Animal Crossing. После пары тематических игр, вроде праздничной и средневековой, серия решила, что она в целом не Sims никакой и выпустила собственный картинг, леталку на самолетах и шпионский вроде как боевик. И это были My Sims. Так о чем это мы? Ко времени третьей части, версии для консолей в целом сравнялись с компьютерными. Кроме Xbox, который зачем-то добавил поддержку голосовых команд с помощью Kinect. Какай, какай. Не работает. И казалось бы, можно заканчивать ролик. Но боже, храни Nintendo. Эта версия существует как минимум ради того, чтобы иметь в себе значок мультиплеера, который тот мем с рукопожатием. Но если серьезно, то эта версия самая осмысленная консольная вариация из тех, что я показывал в этом ролике, что в целом логично. Она и самая новая. Активности хватает. Открытый мир, который являлся фишкой и большой трешки, присутствует. Приятная система желаний, прокачки скиллов и прочее подобное. И вроде звучит неплохо. Но есть одно маленькое но. Она все еще на Wii. Во-первых, управление. То есть вы сделали версию для единственной консоли с подобием мышки, залоченную на прямом управлении, без возможности переключиться на классическое управление курсором. Умно. Ладно, хоть в режиме стройки и покупки оно работает как надо. Но главная проблема, это, конечно, производительность. По звукам, моя белая коробчонка готова улететь на Марс. Но это не спасает от постоянных подгрузок, да и просто тормозов. Жаль, конечно, но в целом, чего вы ожидали от игры такого масштаба? Ну, на Wii. Дальше, понятно, была четверка. Идентичная на всех платформах, с поддержкой дополнений. Так, ну вроде все, ничего не забыл. Кто бы это мог быть? А. Ну да. Да, если вы думали, что пихать что-то вроде Sims на консоли была сомнительной затеей, то бэм, вот вам портативные версии. Начнем с GBA, где вышли аж 4 игры. Первой была Bustin' Out, и я решил назвать своего персонажа вор. Просто потому что мемец. И это сразу окупило себя в катсценах и диалогах. Добро пожаловать в долину симов. Вор. Но помимо этого, к сожалению, игра интереса не представляет. Перед нами симулятор «Принеси подай» со скучными мини-играми, раздражающей механикой потребностей, которые просто заставляют тебя время от времени бегать через полкарты домой. И странным сюжетом про нашего дядю, жуткого мужика с усами, увидев которого на улице, я бы обошел его за несколько кварталов, держа наготовить свой свисток для насильников. Помимо мини-игр и прятания в карман холодильников, довольно важная механика тут — это диалоги. И сделано это просто ужасно. Нам надо выбрать одну из нескольких странных реплик из серии «Я ношу трое носков». Это прокачивает уровень, но делать это надо по несколько минут с каждым персонажем. Это не весело, и в целом игра не «Симс». Потом были «Урбс». По сути, то же самое, и я, кстати, снова вор. Правда, теперь нас перед началом просят ответить на несколько вопросов воре своего диджейского имени, что ввело меня в ступор, потому что диджей «Смуф» — это, видимо, смурф «Скуф». А так, да, игра то же самое, только мини-игры стали еще противнее, вроде борьбы со срущими на нас птицами. С другой стороны, чего я хотел? Ведь я всего лишь неизвестный сторож. Ладно, к «Симс 2» по идее должно было что-то поменяться, и это частично так, ведь теперь тут есть весьма всратый сюжет про то, что мы часть реалити-шоу со скрытыми камерами, инопланетянами, которые оккупируют твой толчок, эпизодами вроде «Погони от Кока-Кола-Монстра» и с закадровым смехом. Короче, странно. А, да, еще каждая новая миссия начинается как опенинг сериала с названиями серии, вроде похоронен толпой, и это явно что-то из гражданской обороны. Ну и последним на ГБА был «Пэтс», где в целом все то же самое. Для диверсити я взял симку и назвал ее «Вор-Ка». И все, что тут есть, это с горем пополам присранная механика питомцев. Поехали дальше. И на очереди у нас «ДС». И первый был «Урбс». И, видимо, потому что это ранее эра «ДС», это то же самое, что на геймбое, только с управлением вынесенным на тачскрин. Ну и графин чуть получше. Птичек, говно летит плавнее. Вот «Симс 2» уже полноценная собственная игра. Хотя я бы не сказал, что я сильно этому рад. Здесь сюжет про управление отелем, в который приезжают очень странные ребята. Вроде «Крестного Отца», «Инопланетян», «Ети». «Симс 2 Пэтс» все еще выглядит так себе, и персонажа тут я смог нарулить супернелепого. Хотя, если честно, даже не старался. Но главный ужас ждал меня дальше. В целом, я хотел намутить себе простого боксера, чтобы назвать его Валуев. Но потом, поменяв породу одного из родителей, на свет появилось это. К сожалению, играть в это физически невозможно. Такого ужасного управления я давно не видел. Да и что делать? Если честно, не совсем понятно. Тут опять же есть какой-то сюжет, и ты типа доктор, и мини-игры с лечением пёселей. Ну, опять не Sims, короче. Я закончил свои попытки в пустом парке, где я умудрился, помимо всего прочего, потерять своего Валуева. Хотя, возможно, это и к лучшему. Кастэвэй! Опять-то странная часть спин-офф. В этот раз моего челика зовут Боб. В целом, эта версия играбельна, но зачем, я честно не понимаю. Она дико медленная, скучная, и переход от одного экрана к другому занимает примерно столько же времени, как зачитывание состава с РК «Красная цена». Если вам было мало мольбы о смерти компьютерных тварей в Pets, то бум, ещё одна часть, которая даже начинается с грустного пса и его хозяина, которого явно плющат, и одновременно с этим дезинтегрируют. Если честно, игра очень плохо работает на моей Wii U, что видно на футажах, но уже даже бегло я могу сказать, что это вот то же самое, что обычный Pets, только в квартире. Ну и выглядит, надо признать, посимпатичнее. Ну и осталась трёшка. Да, она выходила на DS, что у меня немного даже верло в шок. И к удивлению, это вполне рабочая версия Sims. Да, без безумного сюжета про инопланетяны заброшенный отель, дебильные диалоговые системы и прочие ненужные еренды. Просто портативный вариант третьих симов. И внезапно эта версия всем зашла и считается лучшим карманным вариантом. А чё, так можно было, что ли? Но с 3DS опять что-то пошло не так. Вроде разница небольшая, но играть намного менее приятно. В основном потому, что окошки, 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 да боже, я разберусь сам. Хотя радует, что танцы вернулись. Пэтс, ну типа то же самое, но с пёсиками. Ну и напоследок бегло глянем на PSP. Вторая часть, очередное сюжетное приключение про заброшенный пустынный городок, но с большим упором на своего рода расследование, а не саряжание отеля, как на DS. Но сюжет тут ещё более всратый. Пэтс, в целом, урезанный порт с консолей, меньше каталог, возможности строительства и кастомизации и прочее. Ну и кастэвейт, то же самое. И вот теперь точно всё. Да, есть ещё Java игры и версия для Engage, но это уже слишком. Даже для меня. В целом, я бы остался верен ПК-релизам. Пока консоли не могли потянуть масштаб оригинальной игры, оно того и не стоило. А когда смогли, игра уже была не та. Ну а портативки, это уже совсем что-то за гранью и непонятно на кого рассчитанное. И наверное, это всё, что я хотел сегодня сказать. Спасибо за просмотр, если ты ещё здесь. Лайк, репост, колокольчик, подписка. Заглядывай в телегу и на Бусти, если хочешь поддержать канал. И всё. Давай. Пока.